Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Rock Encyclopedia от A до Z. И сегодня мы узнаем о группе Velvet Revolved. После ухода из Guns N' Roses, Slash, Duff McKagan и Matt Sorum занимались различными проектами. Однако время от времени их пути пересекались, и музыканты были не против посотрудничать друг с другом. Одно из воссоединений произошло в 2002 году, когда тройка выступила на концерте, посвященном памяти барабанщика Оззи Осборна Рэнди Кастио. Почувствовав, что между ними вновь проскочила искра взаимопонимания, бывшие гонзы решили не ограничиваться одним сетом и начали работу над новым материалом. Первое время состав доукомплектовывался участниками Buckshire, Джошем Тоддом и Кифом Нелсоном, но от их услуг довольно быстро отказались. На место ритм-гитариста МакКэган привел своего давнего знакомца Дэйва Кушнера, а вот с выбором вокалиста пришлось изрядно повозиться. Многие кандидаты не смогли пройти прослушивание. Среди них были Келли Шейфер из A.C.S., Тодд Кёрнс из Age of Electric, Себастьян Бак из Skid Row, Шон Олбро из U.P.O., Трэвис Микс из Days of the New. Однако находились и такие, кто просто отвечал отказом. Майлз Кеннеди из The Mayfield Four, Иэн Эсбери из The Count, Майк Пэттон из Fates No More. Проблема с фронтменом разрешилась только тогда, когда удалось уговорить оставшегося неудел после распада Stone Temple Pilots Скотта Вайленда. Первые песни, записанные с его участием, Set Me Free и Pink Floyd'овский кавер Мани, были использованы в звуковых дорожках The Hulk и The Italian Job. А перед выходом фильмов на экраны, группа, имевшая серенькое рабочее название The Project, взяла себе звучное имя Velvet Revolver. Не успел Скотт получить в команде официальное членство, как с ним случился скандал, и вокалист угодил в полицию с обвинением в хранении наркотиков. Правда, путем внесения изрядной суммы дело удалось замять, и 19 июня 2003 года на Лос-Анджелесской площадке El Rey Seati Velvet Revolver отыграли свой первый концерт. И хотя выступление, состоявшее в основном из каверов, продлилось недолго, благодаря списку именитых участников проекта на свежеиспеченный коллектив обратили внимание такие мажорные конторы, как Warner Brothers, Chrysalis, Electro и RCA. Музыканты остановили свой выбор на последней фирме и остаток года провели в работе над первым альбомом. Вайленду пришлось совмещать сессии с прохождением курса реабилитации, однако, хотя это и затягивало процесс, зато положительно сказывалось на качестве материала. Диск «Контрабанд», вышедший в июне 2004-го и предваренный хит-синглом «Слизы», сходу оккупировал вершину билборда, что, собственно говоря, мало кого удивило. Альбом звучал так, как и должен был звучать конгломерат Guns N' Roses и Stone Temple Pilots. А поскольку обе торговые марки являлись далеко не последними в рок-сообществе, то высокий уровень продаж обеспечивался автоматически. Мировое промо-турне продлилось 19 месяцев, причем музыканты дважды исколесили старый и новый свет, побывали в Австралии, Новой Зеландии и Японии, а также отметились на множестве фестивалей. Когда зашла речь о второй полнометражке, в «Вилве Треволве» поначалу загорелись идеей сделать концептуальную программу, но потом изменили решение. С продюсером коллектив также определился не сразу и задействованного в оригинале Рика Рубина сменил Брэндон О'Брайан. Кроме того, со времен контрабанд изменилась и музыка группы. На «Либертед» квинтет отошел от явных гонзовско-пайлотовских корней и заиграл самостоятельный американо-коммерческий хард-рок с уклоном в ретро. Впрочем, сделано это было слишком приглажено и местами однообразно, из-за чего критики разошлись во мнениях, а покупатели не стали так бойко разбирать альбом, как это случилось с дебютом. Раскрутка «Либертед» началась в Северной Америке, а вот визит в Австралию пришлось отменить из-за очередной реабилитации Скотта. Однако полностью очиститься фронтмену не удалось, и его нехорошие привычки привели к разладу с остальными членами группы. Об отставке Вайланда было официально объявлено весной 2008 года, а невнятные попытки подобрать достойную замену не увенчались успехом. В 2012-м команда воссоединялась для разового концерта, но смерть Скотта, ушедшего из жизни в 2015-м, сделала подобные мероприятия невозможными. Субтитры создавал DimaTorzok